ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 подданных это от своей семьи валяй сама ништа халаби ислахина все и не является тот кто занимается улучшением себя в агарии и другого параллельно команд как тот человек который и что голуби ислахина все и факат занят просто самоулучением один человек занят тем что он улучшает себя и кормить себя одевает себя и кормит семью и других а другой человек не женившись просто самосодержание и все лучше тот которого польза переходит на другого человека намного говорит вуаля также таким же не является манасабира алал ага человек который терпит на тот вред который он получает каман раффа нафсаху как тот человек раффа нафсаху получается на ама нафсаху удовольствуется собой он просто не мат себе обеспечивает и все никак не о ком больше не думает в араха и дает себе покой по мукасат ул ахли трудности семьи у аль валяда и детей биманзиле тиль джихады сравнивается сравнивается на как как человеку который находится на пути всевышнего аллаха филь джихады имеется ввиду фи сабили ла и на пути всевышнего который совершенной воли далека кала бишр вот почему бишр говорил фузы ла алая или же фаза ла алая стал превосходным надо мной ахмад ибну хамбаль биталатин трумя вещами ихтаха одно из них аннаху ятлубу л халала линавсихи вали гайрихи он снискивает дозволенную еду он работает и ищет для себя и для другого а я всего лишь для себя вот этим он перезошел меня говорит он лучше он чем я вот тем что он из себя обеспечивает и другого обеспечивает вакад каля алая салату ассалам наш любимец говорил ма анфак ахур раджу лу аля алихи то что каждый из нас расходует на свою семью фаху ассада катун это и есть милостиня воинар раджу ла в ответственности человек ла юджару фи лукматин ему воздается вознаграждение за одно за одно вот лукма имеется ввиду за один кусок от который откусывается от хлеба ярфа уха иля фи имратин который вставляется имеется ввиду употребляет его жена имеется ввиду вот один кусок который кушает его жена из его обеспечения из его труда за это тоже ему садака пишите вакаля баузу хомли баузы лулема некоторые из мудрецов сказали ученым минку ли амалин а от ани лоху насыбан из всех деяния аллах не дал большую долю хотя за король хаджа он сказал я столько-то хач сделал вальджи had на пути аллаха воевал я говорит в агарима и другие многие были которые вот аллах не дал делать хорошие деяния в исламе факаля лоху и его сейчас спрашивают айна анта мин амалин абдал а в действиях таких степеней как абдалов ты совершал ли такие деяния между совершал ли ты такие деяния которые совершают эти абдалы между вот высшие степенья факаля маху он сказал а что за действия делают эти обдали аль он сказал кастбол халал они они работают для дозволенные имущества ваннафа кату аля леяль и расходует на свою семью вот это и есть говорит жизнь абдалов знаете у нас на несколько на некоторых языках нашей нашей времени абдал говорят на человека который да вот не различает и чуть отстаёт и на него абдал говорят есть такое слово что человек в рай не войдет пока тебе скажут что ты абдал почему потому что он не станет наслаждаться как наслаждаются все вокруг него и ему скажут он старомодный он не станет показываться как другие показываются имеется ввиду горделиго он не будет ходить и и другие вокруг скажут он оставшийся он такой абдал это абдал это степень великий степень который люди начинают пренебрегать знаете помните из случае из жизни у вас ул карани развела она когда к нему один из медины пришел после того как вас халява у марубин хаттаб все сказали это у вас ул карани он отдал говорит он там возле реки одежду себе мой там он занимается он говорит отставшиеся и камни на его бросали даже дети а у вас ул карани к такой мы сейчас знаем представляете вот так аллах скрывает людей своих валиев своих таких людей вы великих людей аллах скрывает и надо бояться что может я сам даже того не зная не замечая могу кого-то огорчить из таких людей возможно он возле аллах является из абдалов это великая степень так что надо быть осторожными чтобы по нашей причине чтобы мы никого не обижали один из них окажись что мы обидим этого человека по раз распада будет очень трудной он был со своими братами на газовать и на пути аллах воевал человек он говорит сейчас он что говорит тайна муна амалян знаете ли вы действия наилучше чем то в чем мы сейчас являемся у я воюют люди на пути аллаха и он говорит знаете ли вы действия лучше чем чем то в чем в чем мы находимся аллах а луа на а ламу далека а скажем мы этого не знаем а ла ана а а ламу я горзнаю тот а луфа махуа а что же она а ла рачу лун мута афифон зуга и латин человек целомудренный не грешащий не совершающий харам зуги ялин имеющий семью камам миналайли вана фаназара и ла сибьяни хи встает в ночи и смотрит на своих детей не яман они спят во время когда в то время когда не спят мута каши фина аж а тошла ли от них одеяло или нет холодно им или нет он переживает фаса тарахом вагата хомби субе и и закрывает их одеяло и и забота о них встает в ночи фа амалу афзалу мимма нахну фиги действует человека намного превосходы чем наше действие которые мы воюем на пути аллаха иногда нам кажется как же может быть такое потому что человек который на пути аллаха воюет он может возгордиться и испортить у него вести в саде они а человек который в ночи встает и уж никто не видит возгордиться поводу у него тоже не будет потому что он на чистый отстает его действие будет останется сохраненным вакаласа лавали вас алама сказал манхасу над салатуху человек который совершенно совершает свой намаз вакасура я лугу и у него многодетная семья вакалла малюху он беден валом ягта бил мусульмина и не делает рыбать имеется ввиду засловия злословия за мусульманами кана маяфель джанна тикаха тайны этот человек со мной будет в раю как эти два два соседствующие пальцы пророк аллахи сам так говорит а что нам мешает во фи хадисе нахара в другом хадисе говорится инна аллах юхиббуль факира аллах любит бедного человека аль мутааффифа целомудренного который сохранен сохранен от греха а баль яли отец детей во фи хадисе в другом хадисе говорится и заказу радуну буль абди когда много становится грехи людей и бталаху блаху аллах его говорит у испитывает бихом милия я ли переживанием семейной зачем ли у кафира ангу очистит чтобы его грехи от него вот когда когда тебя вот например чистят когда тебя лечат нам же нравится вот тоже самое наши трудности в жизни которые постигают нас это есть когда наши грехи смываются мы иногда переживая просим и говорим о аллах вот забери это трудное состояние от меня ну аллах же это состояние на нас натравил мудрость для того чтобы мы изменились а я не изменившись прошу аллаху аллах забери его вот мы когда изменимся аллах сам его поднимет аллах и на нас это испытание чтобы над правил для того чтобы мы изменились а мы до того как из меня изменимся просим о аллах забери эти трудности а если мы изменимся аллах сам его поднимет вакалла базу салэфи некоторые наши предшественники говорили минал дуну беду ну бун из грехов бывают такие грехи ла юкафируха илла лгамму бильяль которых не смывает кроме как переживание за семью ва фи ассару на андресуле ла салаллах алейху ассалама в этой же теме говорится есть ассар от пророка аллахи салам который передается аннаху кали что пророк наш любимец говорил аллахи салам минал дуну беду ну бун есть из грехов грехи ла юкафируха которых не смывает илла лхамму биталабил маишати кроме как не переживание их не смывает кроме как снискиванием дозволено еды для своей семьи вакалла ассар ассалам сказал манкана лаху саласу банатин человек который есть у него три дочеря фаанфака алейхинна и он расходует на них хал из халала конечно вахсана иллайхинна и показывает к ним благой нрав хата югния хунна ллаху анху до тех пор пока всевышний аллах даст им самостоятельную жизнь выйдут замуж и станут самообеспеченными а вот жаба ллаху лаху лжанната обязывает аллах этому человеку рай аль-баттатан 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 без сомненно без сомненно сказал пророк аллаху салам илла аньяма ла амалан ла югфару лаху если этот человек не делает поступки которые ему не не прощаются вакан ибну аббас ибур разъяло анху и за хадаса бихада ала когда вот это рассказывали ибн аббас говорил в аллахе клинус аллахом хуа мингара ибль хадис мингара и получать и неизвестные хадисы которые не от многих переданные хадисы ва гурори и получается и те хадисы которые не имеют доверия гайру мавсуками и на арабском языке хадисы которые не заслуживают доверия возможно эти хадисы окажутся ложными говорится говорил сам ибн аббас вару и я приводится анна баду мута аббидин некоторые люди которые занимались богослужением кана юхсин ул кияма а лазов джет и и ла анматат он говорит что делал вы пона все долги перед женой до тех пор пока он она умерла и ему говорят почему не женишься он отказывался он сказал вот когда я на одинок одинок говорит мне на сердце легко становится говорит он мне так лучше говорил и мои переживания говорит когда я на едины без жены они говорит собираются в одну рады богослужение и я вот почему не женюсь потом он говорит после недели как жена умерла он сейчас вас не видит как будто небеса двери в небеса открытие ваканна радж риджалан ян зилуна как будто мужчины оттуда спускаются ваяси руна филе как будто они с небес спускаются и уходит по небесам я твое баллум баллам некоторые за некоторыми идут фа кулама на зала вахидун каждый когда спускается из них надара или я смотрит на меня вакана и говорят их друг другу говорят лимону рау тому кто позади себя он говорит вот показывая на меня хаза хуал маш ум фаякулу ахар на один спрашивает этот что ли тот который да вот с плохом состоянии находится маш ум фаякул лахар а другой говорил да это он говорили фаякулу салису казали кого я говорю на 3 говорил этот что ли маш ум 4 говорил да следующий говорю это что ли маш ум маш ум маш ум маш ум получать сай и ульхал человек который плохом состоянии находится а он говорил да фахив то ягод я побоялся ан ас аллахум хайбат хайбатан миндалека я говорит у них не спросил боясь за с них я говорит у них ничего не спросил во сне или анмар раби ахирухум пока последний из них возле меня не проходил вакана гуляман он был чуть моложе факульт у лоху я хавза я ему сказал ей ой говорит он на унес про лей говорит он манхазал маш ум кто же тот который маш ум а который вы говорите а лави ту миу на или и который вы указываете на него пока ла анта сказал он а сказал те это маш ум тот молодой ты говорит эту он маш ум маш ум чем получается человек который находится в плохом состоянии и вот его это состояние тянет еще хуже состояние на него это можно написать на арабском языке сахабу хали или сахабу шарин я джуру сахабу или а шарни минху вот такое состояние это там хадис тоже есть такой а шарун я джуру или ал шарри в алхару я джуру или алхайри это вроде такого факульту вали мазалик я госпросил он почему я этим являюсь аль он сказал кунна нарфа в амалака фи амалил муджахидин мы говорим до сих пор поднимались поднимали твои деяния как будто ты на пути аллаха воюешь когда имел семью фи саби лиллахи в амулду джуматин у мирна но с прошлого пятницы как умерла твоя жена нам уже велено а надо амалака минал халифин чтобы мы оставили твои деяния таких как будто сами отставших людей из категории и мы не знаем чего ты натворил мы не знаем в чем проблема но нам велено чтобы мы твои деяния не поднимали факал он сказал лихване своим братьям завиджу не завиджу не жените меня жените меня говорит он после этого лам якун туфарик уху за жатане авсалат после этого он он без двух или трех жен не оставался говорится во фи ахбаре аль-анбия и аллахи салам и в тех рассказах о пророке передается и на ковант до халувала юниус анна беологи сала алиуса и некоторые люди пусть и говорит юн Корот а то салам набия аллахи салам вафа за иди будет слышно лава файз на них ваканы я тхулю ваях руджу и ламазилии он то выходил и выходил говорит в свой дом фату узи и мрату это юноса аллахи салам говорит выходил заходил и перечила его жена ему она даже возражала против него но он молчал они удивились он сказал не удивляйтесь я попросил священного аллаха и я попросил что аллах говорит он за то что ты мне с меня накажешь судный день он сказал фил ахираты за суднен фааджи лиху ли фиддунья накажи меня этим же наказанием на этом же свете не откладывай мне наказание на будущее говорит он по ягод попросил я попросил наказание с детства же чтобы аллах не делал и чтобы я в ахираты был без наказанным факале он сказал и на руку ботака наказание тебе бин ту фулан таза ваджбиха дочь фулана человека женись на ней мне было сказано я признал фото за фото заводжбиха я поженился говорит он у она сабирон алла ма тара у на мина и я вот почему терплю все что от нее я вижу потому что это азап который мне прежде делается до своего ахирата в офис сабрин алла далека и в терпении на такие подобные моменты риаза ту на все и есть воспитание для своей эгэй вакасу лхадзаби и получается утешение своей к своего гнева улучшение качества есть там же говорится что ни одного пророка а лая са вау саму нету кроме как они говорит были после а ведь даже это было до того чтобы у них милость к людям появилась потому что когда а ведь спасет чабан у него же милость к животным появляется вот это мыло чтобы людям тоже осталось мудрость грозы с таком также как он терпит трудности жены и он будет терпеть трудностей у других людей тоже. Фаинналь мунфаридабинавси Человек, который наедине он сам ау или же мушарикун лиман хасуна холукуху или же живет с человеком, который прекрасными качествами человека ла я ташаррах минху С него не выявляются хабайсун нафс лбад иннати худшие качества, скрытые его в нафсе его в эге ва ла танкашифу бават ину юбихи также говорит, не раскрывается его скрытие недостатки Фа хакун ала салики и обязанность есть на человека, который вошел в путь познания себя Та ри кал ахирата, я имею в виду, путь ахирата ан юджарриба нафсаху, чтобы испытать себя ли тааррузи, чтобы он выстаивался ли амцали хази и мухаррикаты подобно этими вещами, которые движут его недостатками мухаррикат получается мухаррикат ул хабайсу нафс который двигает который будит в нем худшие качества и он замечает, что оно там есть например, так бывает полное ведро воды смотрим, она чистая берем палку начинаем смешивать вот мутится вода оказывается, там внизу села какая-то часть ила даже а если бы мы палку не взяли бы, не начали бы смешать, мы даже не узнали бы, что там внизу есть ил вот такое же у нас бывают скрытие качества нашей эги они выявляются тогда, когда нас испытывают вот в чем испытание нашей мудрости чтобы выявить, потом лечить выявить, потом лечить а если не выявляют, лечения не бывает потому что диагноз нужно ставить а как диагноз поставить, если они не выявляются? вот почему эти недостатки свои недостатки выявляют, это намного важнее чем обращать внимание на чужие недостатки потому что своих нужно лечить мы же сперва переживаем за свои болезни чем соседы болезни эти недостатки тоже наши болезни, надо сперва свои лечить потом, если можешь, лечить чужих а бывает так, что я, говорит, вижу недостатки в людях такие именно, что у меня самого есть например, я пью воду не чувствую вкуса а вы пьете я говорю, как же они пьют такую невкусную воду? а я сам вкус потерял вот эти вот все недостатки, которые мы видим в людях и говорим люди в наше время все испортились это я испорченный вот почему я их так ценю если я говорю, что в людях вот такой, вот такой чрезмерно много стало во мне тоже оно таким же стало вот когда женщины иногда, да, вот женщины что, что, да, вот потому что это вместо никаха я хочу рассказать женщины говорят у мужчин в голове всегда одно значит, это с их головы ходит она оценивает всех вокруг себя как она сама есть если мне кажется, что женщина всегда такая значит, я сам такой потому что человек оценивает другого, смотря на себя этот аим, который выявляется как ограда стала перед моими глазами и мешает мне оценивать другого человека по справедливости вот почему справедливость портится когда навс испорчено я не могу оценить людей до тех пор, пока у меня у самого есть эти недостатки вот тогда я начинаю людей обвинять в ширке потому что он у меня, у себя есть если я другому человеку говорю, что ты мушрик значит, у меня какая-то доля ширка есть здесь внутри потому что я в тебе вижу ширка значит, у меня оно есть иначе я бы тебе этого не увидел я через свой ширк смотрю на тебя и оцениваю так если я говорю кому-то кафир значит, эта куфра во мне есть вот через свою куфру я цвет куфры тебе вижу это вот так навс оценивается это навс как зеркало, которое перед моим разумом и перед действительностью стоит и она показывает все наоборот и привлекает терпение на такие недостатки на такие недостатки и хабаются на всем чтобы умеренными стали наши качества и чтобы воспитывалось наше эго и чтобы она очистилась от упрекаемых шариатам сифатов баат инуху его нутро и терпение на семейные проблемы вместе с тем, что это является воспитанием и также оно является усердием на пути Аллаха такаффулун ла хум это получается такаффулун ла хум это взять на себя ихние заботы и выставить ихние права она является действительностью богослужения в самом себе вот это и является из таких же пользов методом мутаалликатабинниках методом это тоже из пользов миналфаваиды какие фаваиды которые связаны с никахами это можете написать мутаалликатабинниках ва лакинна улайянтафи'биха все-таки из этого пользу не извлекает илля раджулайни кроме двух человек какие два человека могут извлекать пользу от женицби от всего, что мы перечислили смотрите сейчас имма раджулун или же человек который имеет в намерении что я буду усердствовать и воспитать или содержать свою семью ва риязата и воспитать ва тазибу ахлахи очищать свои качества ликавнихи миналбидаяти тариф потому что это является изначально от тарифы методом пути приближения к Аллаху или же пути который приводит тебя в ахират тарифу ахират не считается отдаленным чтобы он посчитал этот путь он видит это его переживание это все его забота тарифом путем его усердство которое приведет его познание Аллаха или же состояние ахирата ва тартаза бихи навсуху и перевоспитается его эго вот это один человек ва иммараджул или же человек который миналабидин сейчас обратите внимание это очень тонкое место которое все что впереди было прочитано в никахе оценивается здесь смотрите иммараджул или же человек миналабидин из людей которые занят богослужением вот сейчас вот сюда надо сейчас отметить жизнь имама Нававия рахима Аллаху смотрите сейчас что он говорит нет у него сайрун имеется ввиду он не взял на себя сайрун воспитания внутренней стороны имеется ввиду билбатин свое сердце знаете что имеет имя Мгазали ввиду это имеет ввиду смотри смотрите сейчас имам Газали в свое время про рабида рассказывает вот это то что сейчас вы там видите да харакатул билфикри имам Газали имеет ввиду еще в то время в свое время что это харакатул билфикри это мура контролирует себя вальмурабад и делает рабида связь да вот он сердцем ничего не делает он не занимается самопознанием этот человек весь явный шариат соблюдает намаз пост хеж закат и все еще без салаты который который остается на нем самом же не переходит на другого намаз делает на нем остается закат дает человек да он со своего имущества дает то то что он дает это уже не его это уже доля которой Аллах сказал фарз надо выдавать это не твое уже аллах который лая та адда хайруха или гайрихи чем тот который тот который не переходит его добро к другому человеку а сейчас посмотрите кем является человек который наилучшем состоянии а что касается человек ал мухадзим аллах который собирается очищать свои качества имма или же белькифаятин фи астель хилкати он очищен тем что белькифаятин с него трудаст да вот забрано его да вот с него поднято его это возложение фи астель хилкати методу джибиллятин его он создан таким же чистым искренним человеком он не нуждается кому-то чтобы он пошел или же учился у него и так чистое сердце которое которое не связано ни с чем порочным ау или же бельмуджаха датин или же теми усердствиями астабихаты которыми прежде рассказали и да кана лаху сайрум филбат ини когда этот человек занимается самопознанием и очищением своих качеств и сердца и так же у него есть муракабад и муракабад муракабад своим сердцем фил улуми изучая исламских наук вот это вот обязательно фил улуми бад и натието тайны да вот скрытие науки изучает как имам Агазали как имам Навави например муракабад 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 тоже читает знаете это муракабад когда пишет имам Газали там и таха пишет бил иршад мурши дин камелин в свое время имам Газали вот это то что имам Газали говорит трактует и таха чем бывает мукаш бывает говорит наставлением совершенного шейха как мы называем в наше время этому человеку не следует чтобы жениться этим намерением чтобы с помощью вознаграждения содержания детей и жен заслужить пускай не женится человек который занимается самоочищением чтобы взять вознаграждение чтобы получить за содержание семью за это награду пускай не берет жены или же не увеличивает семью человек который занимается познанием Аллаха или же читает ильму говорится в действительности то воспитание ему это достатки бывает и в нем получается мукашафатах и мурабадатах и своих вирдах что касается богослужения в работе чтобы делать им дозволенной еды изучение исламских наук ему намного лучше чем это вот например взять вторую третью четвертую жену и брать за это вознаграждение чем это сотни раз лучше изучать исламскую науку и распространять его потому что его польза намного на многих людей переходит а вторая женя все на ней переходит твоя хорошая деяния или же ты ее содержал все на ней ограничивается а твоя знания твои старания например имам навави смотрите он даже не поженился ушел из этого дуня но на скольких людей перешла его польза а возможно был ограничен если бы он женился фальгильму изучение образования исламских ахзалу ему намного лучше чем это потому что это изучение исламских тоже из действий его польза намного выше чем жениться и обеспечения семьи и более объемливающие и более охватывают всех других людей чем быть занятым снискиванием или же добычей хорошей халал еду или же одеяния на свою семью вот эти перечислены все пользы никаха фиддин и в религии алате биха эти пользы которые алате биха юхкому лаху билфазилатин юхкому лаху делается хукму никаху билфазилатин что оно превосходно значит каждому человеку смотря на свое обстоятельство индивидуально рассматривается ему лучше или не лучше конечно в наше время иметь одну жену это обязательно потому что человек не сможет без этого не грешить и жить а на второй на третий на четвертый человек который не занят рельмом или же арикатом или же чем-то богослужением другими хотя бы этим делать другому человеку пользу а человек который наукой занят ему наверное возможно здесь хвалится что этот человек остался заниматься исламскими науками ваалхамду ля раббил аламин